друзья всем привет привет друзья если вы сейчас с нами то я смело могу назвать вас счастливчиками да не удивляйтесь ведь именно у вас предоставилась такая уникальная эксклюзивная судьбоносно роковая да так будет лучше роковая возможность наконец-то узнать осознать осознать и принять то каким же удивительным и невероятным может быть наш мир в эфире европа плюс тв шоу которая сможет изменить вашу жизнь на до и после кстати друзья не забудьте приготовить блокнот потому что те заметки которые вы успеете сделать за ближайший час откроет для вас самую желанную долгожданную сокровенную и счастливую жизнь ну а для того чтобы это сбылось оставайтесь с нами и ловите чудеса в эфире с вами зиба шоу на европа плюс тв и мы начинаем кирилл и валерия остаповый настоящий дуэт не только на сцене но и в жизни они познакомились еще в студенческие годы сначала оба развивали свои сольные проекты но после участия в шоу голос стали выступать вместе кирилл пишет музыку и стихи готовит аранжировки композиций а лера совмещает музыкальную и актерские карьеры вместе они группа сократ и лера энергичные яркие драйвовые и очень трогательные встречайте сократ и лера в новом выпуске зиба шоу меня к тебе первый вопрос вот скажи когда и каким образом ты начал познавать самого внутреннего себя вот возможно ты до сих пор продолжаешь это делать возможно ты только вчера начал это делать я не знаю вот хотелось бы что ты рассказал об этом за мою пока еще на мой взгляд небольшую жизнь у меня столько всего произошло что в каждом этапе жизни что-то познавал внутри себя я думаю что у каждого человека с определенным опытом складывается внутреннее ощущение чем больше мы познаем извне тем больше мы узнаем о себе внутри ну да поэтому я каждый день сейчас это и делаю вот допустим не умел ты яичницу готовить бах умеешь то же самое абсолютно касается вещей каких-то серьезных глобальных если ты действительно что-то хочешь познать ты в любую секунду это можешь сделать тем более что сегодня у нас огромный доступ к информации в любой момент даже пятиклассник может зайти в телефон вбить какой-то важный там тему там такой-то такой-то вопрос почему как и где ты это читаешь узнаешь впитываешь делаешь свои собственные выводы я думаю что сегодня офигенное время для того чтобы познавать самого себя потому что у нас есть огромное количество ресурсов для этого и людей вокруг кирилл что для тебя духовность для меня пожалуй это внутренняя наполненность когда ты можешь быть наедине с собой и когда ты можешь найти на любые вопросы пожалуй ответы внутри себя тогда ты духовно наполнен и лучше твой помощник по жизни собственно говоря это ты сам лера вот слушая твои песни ты видно тоже духовно наполнена скажи а у тебя есть время остаться наедине с самим собой самой собой да это безусловно обязательно происходит моей жизни потому что без этого не горели бы мои глаза и уже наверное не было бы сил идти дальше по жизни это постоянно происходит я наполняюсь в этом состоянии я в этом состоянии творю я в этом состоянии останавливаюсь и понимаю насколько я счастлив человек расскажи о своем пути пробуждения я думаю что это началось из какой-то болезненной точки когда ты максимально для того чтобы подниматься нужно максимально опуститься на дно вот когда я уже отталкивалась от дна там случилось мое пробуждение началось именно с того что я встретил свою любовь и это стало началом пробуждения только наверх дорога из ямы абсолютно точно так что из ямы пока шла вот подцепила такой же болезненный валялся и мы пойдем вместе и вот мы здесь лера как ты считаешь у каждого есть возможность к пробуждению то есть каждый заслуживает этого каждый может это сделать я думаю что каждая не то чтобы заслуживает каждый может это выбрать это выбор это выбор счастье это выбор а почему у кого-то может не получиться например думаю что люди просто часто перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то другого и если человек понимает что все в его руках тогда этот путь точно начинается с тебя и вот он двигается понимаешь по каким причинам ты когда-то была не на своем пути мне кажется я всегда была на своем пути даже когда тебе кажется что ты не своем пути ты на своем пути потому что именно в этот момент ты набираешься какого-то опыта который не обязательно гладким должен быть который позволяет тебе лучше понимать чего ты хочешь куда ты идешь с какой целью с какой миссии а вот сейчас ты уже настроилась со своим высшим я или еще есть куда стремиться всегда есть куда стремиться я считаю так поэтому мы конечно ближайся к вершине вот но я думаю что этот путь будет бесконечным ребята вы когда-нибудь работали на нелюбимой работе рассказывает нет я думаю что это не было нелюбимой работой не было нелюбимой работой это тоже было классно поначалу просто потом это все истаскал у нас мы работали когда-то в караоке это просто титанический труп который израсходует у тебя все здоровье потому что ты работаешь по ночам с вечера до утра и и соответственно абсолютно разный контингент людей через тебя проходят разные энергии у людей в том числе от доброго до супер злого и ты вынужден находиться всегда в какой-то коммуникации в каком-то равновесии потому что ну ты же не можешь ты же не можешь с ним также жестко начать разговаривать потому что вот он такой и ты находился всегда в каком-то таком балансирующим состоянии да я не могу сказать что это нелюбимая работа потому что первый раз я сильно прямо это любил там буквально в несколько месяцев меня прям вообще я кайфовал от это вот говорит о том что кирилл очень благодарны умеет благодарите у меня не было того что я не любил я-то видел каким-то приезжаешь 8 утра 8 ну смен заканчивается 8 утра вот его круги под глазами они где-то вот тут заканчивались вот вот в этой области он худее и худее приезжал вот и но это было сложно и в какой-то момент это действительно была уже нелюбимая работа именно а чё ты тогда не уволился вопрос какой-то момент она стала нелюбимой без вот вот они спрашивают именно про этот момент был этот момент это было крайне уже тяжелый период когда мы оба приезжали домой думали о том что мы точно заслуживаем большего хотим больше у нас есть возможности мы уже писали музыку мы уже хотели давать концерты они просто находиться находиться в подземелье так сказать по ночам и подпевать да за какие-то небольшие деньги причем более того самый сложный период был когда в нашей жизни уже случится случился большой телевизионный проект но после нам нужно было снова вернуться потому что ну не было известно озвучивать а ну у нас случился проект голос и все это был взлет мы поехали в какой-то гастрольный тур на стали узнавать люди у нас начался уже какой-то творческий путь не так чтобы это прям был тур какой-то но мы начали выступать ездить по городам и петь концерт это турки определенной отметкой голоса что мы оттуда и люди преднамеренно приходили зная на что мы оттуда а дальше мы начали работать с некоторой там продюсерской компании в общем имеет смысл это мы пришли в общем в точку в которой у нас уже не было средства на существование мы ели одни яйца и понимали что нам просто надо работать да нам нужны деньги и там нас всегда ждали с большим удовольствием потому что мы здорово делали свою работу в караоке и тут мы возвращаемся уже с какими-то именами и люди узнавали то есть что вы здесь делаете да я мимо шла и думаю подпою к вам а я здесь отдыхаю за третьим столом это был такой период когда твое эго оно просто находилось какой-то безумной амплитуде тот и вот как будто бы проснулся знаменитым то ты резко возвращаешься в начальную точку и вот это как раз был тот период когда была не самая любимая работа но эта точка и стала отправной так мы и создали новому мышлению к новому пониманию как должна складываться наша жизнь и скрипят через какие-то трудности мы в любом случае выходили потому что мы четко понимали какую-то конечную цель которой мы идем и все наше сознание и внутреннее мышление начало подкладывать нам какие-то правильные тропинки куда мы должны двигаться но мы точно шли в страх мы рисковали то есть это было страшно у нас ничего не было за пределами этой работы ничего от слова совсем да мы просто забыли сказать что мы просто в один день взяли и ушли да конечно конечно вот пока он так боится нас надо пугать страх надо да это искусственное чувство вообще я считаю а вот ты упомянула про эго да что вы вообще думаете про эго как оно положительно отрицательно воздействует на вашу жизнь как считаете я думаю что если его если не оно над тобой берет власть а ты над ним тогда все будет супер но к сожалению это очень сложный процесс да я думаю что на сегодняшний день хотя бы от того что мы это понимаем что оно может тобой управлять может бушевать может искушать может тебя вводить в какие-то заблуждения в какой-то момент жизни уже позволяет нам делать то что мы делаем и жить не на мой взгляд вообще управлять эгом абсолютно возможно с помощью каких-то ценностей и внутренних устоев которые ты там при воспитании в ком-то закладывается кто-то это закладывает внутри себя через свой жизненный опыт кто-то через психологов учиться многому внимание он посмотрел сейчас на меня обратите кто-то через психологов то есть да почву под ногами выстраивает человек каждый сам для себя разными абсолютно средствами и когда у тебя есть хороший так скажем тыл то эго в какой-то момент ну сложно тобой будет управлять позволь я еще кое-что добавлю и дисциплина самодисциплина самодисциплина и вы выстроили свою почву правильно понимаю да сто процентов трудолюбие и самодисциплина это первое что вот стоит мне кажется вручать каждому кто приходит в эту жизнь я согласен на тебе понадобится да выбирай вот это это тебе да я выгра не заберу возьми дисциплина и лень и лень тоже да да кирилл а у тебя были когда-нибудь сомнения по по поводу творческого пути не совсем наверное сейчас я постараюсь объяснить вопрос не совсем корректный у меня не было сомнений по поводу моего личного пути у меня были сомнения насчет того как я должен идти но путь ты знал точно что путь я однозначно знал я ничего больше не умел в этой жизни вначале был спорт потом вдруг было понятно что в целом за всю свою жизнь ничего кроме музыки так глобальной не умел не выделялся ни в чем потому что это с самого детства но просто как бы игнорировался этот факт что ну поет и поет мальчик а каким видом спорта ты занимался баскетбол баскетбол да насколько профессионально баскетбол бокс был да в своей жизни я всегда понимал о том что у меня есть только один конечный путь я понимал что это будет непросто я это осознал лет восемнадцать когда переехал в москву и вот тогда было четко понимание что вот теперь я понимаю хотя бы куда иду до этого я жил что-то там делал а теперь у меня есть понимание для чего я живу что я умею как я могу быть полезен этому миру что я могу дать вообще людям которые вокруг меня находятся я понял что в целом через музыку это очень здорово можно сделать и у меня были сомнения с точки зрения правильности моего пути потому что в любом случае человек должен выстроить внутри себя какой-то каркас слепить себя и очень много лет я думаю что лет десять наверное положил на то чтобы понять кто я в музыке как это должно транслироваться скажи а с какими сложностями пришлось столкнуться как тебя москва встретила я достаточно легко переехал по причине того что у меня здесь жил отец мне было куда переезжать у меня всегда был наполнен холодильник едой у меня не было никогда карманных денег потому что мне отец всегда отвечал что у тебя есть где жить у тебя есть метро у тебя есть что поесть остальное заработаешь сам типа на этом мы ограничивались и это абсолютно крутая тема потому что ты ну не сидишь на иждивении как-то и не пытаешься зону комфорта для себя еще больше обрастить а ты начинаешь что-то двигаться что-то развиваться и так далее мой переезд в москву не был для меня сложным первые полгода только было ощущение одиночества потому что ты ни с кем не общаешься ты один в семье извините да я один в семье и когда я поступил в определенное образовательное учреждение получилось так что все люди на курсе были старше потому что один одно место это было колледж импрационной музыки на Коломенской туда выходцы там Леонид Агутин и он как бы колледж без лишней образовательной истории там чисто вот музыкально направленная история профессиональная и там все люди уже приходили с бэкграундом то есть они взрослые и я вот 18-летний пацан я пытался понять как вообще ну дружить с кем-то то есть несмотря на то что я очень коммуникабельный у меня все равно ну я был одинок я выходил у меня квартира была мы жили на белорусской я выходил всегда гулять доходил до красной площади в наушниках и возвращался пешком назад то есть и пока людей каких-то встречал я просто за ними смотрел наблюдал мне было интересно и параллельно тогда еще была Аська не было ватсапа и вот в Аське я переписывался с одним своим другом постоянно то есть хотя бы какое-то присутствие людей внутреннее чтобы у тебя было как вот в моменты одиночества не потерять веру в себя на самом деле мне кажется от какого-то темперамента и внутреннего характера это зависит то есть я всегда был целеустремленным человеком у меня не было сложностей с внутренней мотивацией для себя я как бы это воспринимал как какой-то период жизни но всегда ли ты в себя верил всегда ли ты был уверен оставался собой да грубо говоря уверенным в себе нет я был всегда уверенным в себе но я был не уверен что это кому-то нужно как вы встретились впервые вообще в вашей жизни я поступала поступила в институт современного искусства у меня был первый курс и я была есть яркой девчонкой вот и у нас там есть буфет и мы любили собираться около рояля петь песни импровизировать и делиться каким-то творчеством которое из нас пестрило струилось фонтаном и в какой-то момент вдруг на пороге появляется некий парень на которого вдруг все начинают поворачиваться шептаться потому что на тот момент уже был звездой института за его плечами были уже яркие телевизионные проекты там фактора какие-то шоу и уже там первая песня даже была да первая песня текстом которую написала Ирина Дубцова весь такой пример для первокурсников ну не то чтобы я там с гребнем таким ходил знаешь я был обычный парень и все нормально нет ты с ним не ходил но когда ты заходил тебе его вручали вручали да и вот заходит парень все значит вдруг начинают шептаться а я-то его еще не знаю яркая девчонка вот мне стало очень интересно кто это такой и как-то так в моей жизни я учился там на пятом курсе просто да он уже заканчивал то есть мы практически на пороге столкнулись на первый поступил да все он уже условно говоря за документами пришел я первый раз за полгода приехал в институт просто вот ну зайти что-то мне надо было там сделать вот и он появился значит на пороге и я подумал все это мой муж да прям сразу да я сразу поняла что мы будем вместе я просто внутренне почувствовала что это точно человечек какую-то роль сыграет ну либо он меня собьет на машине либо мы полюбим друг друга то есть это было максимальное попадание вот и он подходит значит ко мне нет я подходил к ребятам которые стояли рядом с тобой как моя история не уйдет ко мне просто к ребятам нет стояли ребята да которых я знал то есть ну я никогда в своей жизни не нарушал границы девушек и никогда не знакомился первым то есть только через какой-то импульс если человек сам там проявлял какой-то интерес я в этот момент мог абсолютно удобно коммуницировать очень хорошо понимаю о чем ты говоришь да ну то есть наглецом которые там чё вот этого типа в моей жизни не было я всегда смотрел на таких господи да что ж вы за люди такие интересные как вы это делаете вообще ну вам не стыдно что ли да ну и соответственно соответственно я просто подошел к ребятам с ними поздоровался и один из людей с актерского факультета Мика он сказал что типа посмотрел на меня типа мы обнялись поздоровались он говорит в тебя влюбилась типа я бухнулся сразу же к ней на колени такой привет да он сел на колени повел себя все таки как то есть когда кто-то дал другой импульс да 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 она как бы смотрела действительно на меня есть какой-то соединительный барьер в этот момент естественно я его использую да он сел на колени и собственно вот все до сих пор сидит мы пошли а потом он обычно друзьям рассказывает это так дальше я пошел ну как пошел вот за столовый стол самый обычный купил мне чай с булкой я ел свою булку и пил свой чай ну просто она там чешет вообще история за историей я думаю вот это балак тот момент когда нам кажется что вот сейчас ты его просто влюбляешь в себя своим интеллектом своим потрясающим просто мировоззрением он просто думает как это горячий чай и смотрит на тебя вот ну и потом я благополучно доел булку и выпил чай встал сказал ну ладно пока да и ушел испарился кошмар как это так но это успех все правильно кирилл скажи а что вот для тебя успех реализованность мне кажется вообще слово успех оно какое-то странное потому что для каждого он разный кому-то из людей достаточно просто жить в каком-то домике заботиться о животных и иметь свою семью и ходить на своих ногах ходить на своих ногах у каждого абсолютно разные границы я больше бы сказал что что для меня реализация реализация это то к чему я собственно говоря стремлюсь те цели которые я поставил а она максимально далекая чтобы как можно больше можно было пройти глянусь и понять о том что очень многое сделано чтобы прям цель была недосягаема это когда-то этим лайфхаком поделилась на одном проекте лолита вилявская однажды в приватной беседе просто вот сказал такую фразу для меня это стало таким маяком мне было тогда наверное 21 или 22 года когда прям вот первая такая мудрость в тебя вошла и ты за нее зацепился такой блин классно классно я пожалуй с этим пойду дальше и собственно говоря по сей день с этой мудростью от Валиты меня скажу за что ей большое спасибо реализация успеха какой вкус он вкус успеха реализации как он горький он по-важному бывает он бывает сладкий больный я думаю что горький потому что за любой успех нужно чем-то расплачиваться и тут важно какую цену ты готов за это заплатить да какую цену пришлось заплатить в нашем случае это мы редко видимся с близкими с друзьями с семьями крайне редко ну люди практически перестали с нами дружить практически кроме каких-то важных праздников и событий не могут встретить наши лица но часто мы ловим себя на ощущение что мы бежим ну то есть важно прям заставлять себя останавливаться потому что те цели к которым стремимся мы они заставляют себя двигаться в другом темпе а есть ли какие-то такие моменты в жизни о которых вы сожалеете в прошлом то есть ну хотелось бы вернуться поменять что-то по-другому сходить сюда сказать это одно из главных правил моей жизни не знаю насколько твоей хотя ну попробуй вряд ли у нас есть какие-то разные правила но это ни о чем не жалеть я абсолютно в этом убеждена потому что любая даже самая ужасная оплошность которая с тобой случилась когда тебе казалось что господи как мы любим за что за чем да это опыт это опыт который позволяет тебе сегодня быть тем кто ты есть поэтому за все только спасибо и я бы ни одного дня не изменила свою жизнь может быть только чуть-чуть увеличила количество дней с сыном его первые шаги его улыбочки приумножил бы да но ничего бы не менял и ни о чем не жалею ребят у вас получается находиться в настоящем моменте или вот все таки куда-то все время в будущее бежите как считаете балансируем я думаю что иногда мы вылетаем все таки потому как график в котором пребывают артисты он как правило настроен на состоянии выжить в этот момент то есть перелеты и отсутствие сна переезды они берут свое и ты в этот момент фокусируешься на том чтобы там не расплескать себя не растерять себя чтобы выйти на сцену ты смог что-то дать зрителям который тебя ждет вот но когда ты оказываешься дома естественно вот в эти моменты мы стараемся отключить все лишнее чтобы как раз как Лера сказала оказаться ближе с сыном провести с ним как-то качественно время и вообще друг с другом время провести съездить там где-то поесть вкусно пообщаться вот Лена недавно на мюзикл ездила вот когда цель достигнута как быстро появляется новая цель сразу же еще пока ты подходишь в нашей жизни так без перерыва одна заканчивается в нашем случае цель основная еще не достигнута у нас пока подпункты отлично большая цель ну а правильно для нас двигаться от А к точке Б то есть это важно понимать каждую ступенечку идти и самое главное наслаждаться вот вы очень много сегодня спрашиваете про цель успех конечную точку а ведь самое главное это процесс и это важно понимать особенно артисту потому что мне кажется что именно это нетерпение уничтожает большое количество творческих душ причем даже не творческих это любого человека нетерпение уничтожает внутри потому что каждый у каждого цели разные же могут быть не обязательно такие как у нас творческие конечно каждый человек может мечтать и думать о разном даже кто-то машину хочет кто-то в отпуск в какую-то страну не имеет значения и вот это нетерпение к реализации оно как раз и приводит вот к этой погоне внутренней которую ты все время себя подстегиваешь биги 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 всему свое время конечно поэтому да важно понимать что каждый день это последний один единственный он единственный такой поэтому не только сегодня нет ни завтра не вчера поэтому да у нас получается наслаждаться настоящим я даже когда-то хотел набить татуировку из моего любимого мультика кунг-фу панда где прошлое забыто будущее закрыто а настоящее даровано я прям вот реально хотел это набить но потом передумал вы рассказываете то что цели могут быть разные но я слышу что методы плюс-минус одни и те же для достижения этих целей самодисциплина и все остальное и вот хотелось бы услышать от вас напутствия какие-то для нашей аудитории как достичь баланса внутри самим собой как правильно настроить в голове может быть в душе у себя на все просто на я от себя постараюсь коротко сказать не зря существует фраза верьте в себя она абсолютно не клишовая она внесет в себе очень глубокий смысл верьте в себя никогда не переставайте развиваться потому что именно ваша образовательная какая-то сущность позволит вам не стоять на месте никогда не жалейте о том что было думайте о том что сейчас находите время для близких которые однозначно в любой момент вас поддержат потому что нет ничего сильнее поддержки от родных и близких именно в этот момент мы находим самые важные силы для реализации я бы все это подчеркнула одной фразой полюбить себя равно влюбить в себя жизнь действительно важно в первую очередь дружить с главным человеком в этой жизни с самим собой и если у вас этого нет то это обязательно нужно сделать и для этого есть тысячи возможностей и способов сегодня обращайтесь к специалистам читайте книги но когда вы станете главным союзником с самим собой вы обретете поистине счастливую жизнь еще раз хотим вас поблагодарить за то что вы такие прекрасные продолжайте пожалуйста делать то что вы делаете творите для нашей многомиллионной аудитории тоже Европа плюс ТВ спасибо большое спасибо за приглашение и как мы говорим с нашими любовь поцелую сердечки друзья вывод очевиден продолжайте восхождение и как только достигнете желанной вершины ставьте перед собой новую цель каждый день повышайте уровень своих дерзаний по мере того как вы совершенствуете самого себя будет совершенствоваться и окружающий вас мир спасибо за то что провели это время с нами зиба шоу это всегда свежий ветер перемен к самому лучшему будущему а значит не пропускайте наши следующие выпуски до встречи пока пока субтитры сделал DimaTorzok и